Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Субтитры предоставил DimaTorzok В Черкесске сегодня без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0-2, днем 5-7 выше нуля. Наш земляк Мурат Озов принял участие в федеральном проекте «Молодой предприниматель России», где стал победителем в номинации «Сфера услуг». Об участии в конкурсе, о своем проекте и его реализации в эти минуты в нашей студии «Молодой предприниматель» расскажет моей соведущей Бэйли Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Мурат. Доброе утро. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время, пришел сегодня к нам в гости. Поводом для нашей встречи стало то, что ты участвовал в федеральном проекте «Молодой предприниматель России». На региональном этапе конкурса ты стал победителем и, насколько я знаю, номинация называется «Сфера услуг». Естественно, я хочу услышать о самом этом проекте и о твоей номинации. Что за проект ты представил? Проект подразумевает показать, какие инновационные методы руководства проектами, либо же какой-то инвестиционный проект можно представить. Но я представил не какой-то проект, а свое дело. Как я веду, какие у меня подходы в моем бизнесе. Сфера услуг. Да, в сфере услуг. Я победил на региональном этапе в сфере услуг за счет своей презентации того, каким образом я их оказываю. Моя компания, мое предприятие. То есть ты подробно описывал то, что ты делаешь? Да, да. Все очень просто? Да, ничего сложного нет. Ну, то есть спрашивать тебя о том, как ты будешь реализовать этот проект, не стоит. Он уже реализуется? Да, он по факту реализуется. И я просто рассказал на этом конкурсе, каким образом я реализую этот проект. И вероятнее всего, наверное, это показалось убедительным. Поэтому, наверное, я победил и в региональном этапе, и вышел в федеральный этап. И на данный момент я жду, когда будут мероприятия финала именно федерального конкурса. Так планируется финал? Да. В принципе, если говорить о сфере услуг, сфере бизнеса, это повышать, наверное, планку именно в сфере услуг в нашей республике. Это возможно? Ну, это как бы делается шаг за шагом. Это как бы разом не поменяется. Как говорится, слона по частям едят. И поэтому сейчас я, допустим, это показываю. Есть еще ряд предпринимателей, которые тоже показывают очень высокий сервис и очень хорошо обслуживают. Но мы же знаем, что с сервисом у нас не очень. Ну, это на данный момент. Но я надеюсь, что в ближайшее время это будет улучшаться. Потому что, во-первых, в нашей республике много потенциала. У нас есть курорты, которые нужно развивать, на которых нужно повышать именно планку сервиса. Также у нас есть ряд предприятий, организаций в нашей республике, в нашем городе, которые также, ну, я надеюсь, что будут повышать свою планку. Как бы важен, наверное, пример. Нужно показать, наверное, пример того, что, ну, действительно, можно участвовать в таких конкурсах. Ну, это, как сказать, это не тяжело. Это просто отправить заявку в интернете. Наверное, даже не участвовать, а реализовать вот это все в жизни. Да, ну, как бы нужно на регулярной основе учиться, каким образом, ну, я не знаю, как обслуживать клиентов, как правильно принимать заявки, как правильно продавать и так далее и тому подобное. Если, ну, останавливаться на достигнутом, ну, то есть, как бы открыли бизнес и закончили, то вероятнее всего то, что сфера услуг будет проседать. Ну, моя, наверное, задача, моя цель, во-первых, повышать планку свою и по мере возможностей, как бы, других ребят обучать, кому-то показывать. Ну, как бы, я и являюсь тренером еще, как бы, ну, стараюсь обучать этому. Ну, что ж, я тебе желаю удачи, успехов на этом поприще. Спасибо большое. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Абазинская» редакция в 14.30 «Вести» с Ашемезом Пхешховым. Удачного вам дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин»